Сегодня, в день всенародного праздника, давайте еще раз вспомним и скажем доброе слово о тех, кто в жестоких боях и в тяжелом труде добывал победу. Май 45-го. Незабываемая пьянящая весна победы захлестнула тогда улицы и площади покоренного Берлина. А с ней пришла к уставшему и стомленному войной солдату и невероятная сладкая тишина. Первые часы и минуты долгожданного мира. Еще не остыли орудия и не зажили свежие раны, а люди уже спешили насладиться простыми житейскими радостями, покоем и теплым майским воздухом без гаря и дыма, воздухом победы. Но вместе с радостью подступал к горлу тяжелый горький комок обиды и боли за тех, кто не дожил до этого дня. Слишком дорогой ценой далась нам эта победа. Слишком долгим и мучительным был путь к ней. Навсегда кошмарным сном останется в памяти нашего народа тот черный июнь 41-го года. Казалось, небо потемнело от крестов и оглохло от рева моторов и свиста бомб. И земля, как живая, содрогнулась под тяжестью разрывов, обожженная внезапным огненным шквалом. Пожалуй, никогда еще за всю тысячелетнюю историю не вступала в пределы нашего Отечества нога более сильного и жестокого врага. В России им были обещаны дешевая рабочая сила и богатые земли, и они шли покорять ее. В России наступала лучшая в мире армия Третьего Рейха, одержимая идеей национального превосходства и расовой исключительности. Армия, вооруженная до зубов, не знающая поражений и покорившая к тому моменту уже практически всю Европу. И никогда еще наш народ не был так не готов к войне. Так ошеломлен и растерян в результате уже первого чудовищного удара, который не по его вине оказался внезапным. За политические амбиции, упрямство и недальновидность вождей, за недостаток оружия и кадровых офицеров именно народу пришлось платить своей кровью. Из каждой сотни призывников 22-23 года рождения первыми вставших на пути врага в живых останется лишь 2-3 человека. И именно народу предстояло испить до дна горькую чашу невиданных страданий, унижения и позора. Сколько лет прошло, но эти кадры по-прежнему заставляют сжиматься сердце от невыносимой боли и отчаяния. Встретив упорное сопротивление, уже праздновавший победу враг ответил на него невероятными зверствами. Миллионы наших людей будут угнаны на принудительные работы в Германию. Миллионы погибнут в нацистских застенках и лагерях смерти. Только на территории Украины и Белоруссии за годы оккупации фашисты уничтожат почти 7,5 миллионов человек. Кто теперь сосчитает слезы жены матерей, невинных младенцев и беспомощных стариков, оставленных тогда на произвол судьбы и ставших на несколько лет заложниками безжалостного врага? И потрясенная страна, содрогнувшись от ужаса и ярости, бросит в великом жертвенном порыве под гусеницы немецких танков все самое лучшее, что у нее было. Самое сильное, здоровое, молодое отдаст она ради этой победы. Перед лицом смертельной опасности пробудется вновь в сердце народное святые и вечные патриотические чувства, зовущие к защите родной земли, Отечества. В войсках вновь будут введены чины, звания и погоны наподобие старой русской армии. Будут учреждены ордена, носящие имена национальных героев. И еще раз сбудется предсказание наших предков. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Сегодня, спустя 45 лет, говоря об этой страшной войне, всегда будем помнить, что победил в ней прежде всего сам народ. Победил и выставил наперекор судьбе, благодаря своей сверхчеловеческой выносливости и жертвенному героизму. Победил, потому что защищал своих детей, их будущее, свою родину-мать. Потому и будет день победы, вечно жить в нашей памяти, как день великой народной жертвы. Субтитры создавал DimaTorzok